Привет, мои талантливые. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему прямому эфиру. Я прошу прощения, что я вышла позже в прямой эфир. Честно сказать, путаюсь в разнице во времени, сколько сейчас времени в Сибири, сколько сейчас времени в Москве. У нас сегодня будет интересная тема, мы будем говорить про копирайтеров. Я попробую тему присоединить, если я смогу это сделать. Привет, привет. Привет, вижу, у нас здесь постоянные, в основном, слушатели. Итак, тема у нас, кто такие копирайтеры? Кто такие копирайтеры? Всем привет. Кто такие копирайтеры? Так, сейчас, две секунды, я тему сделаю. Здоровья хорошо, не поверите. Кто с прямого эфира уснул. Так тоже так иногда бывает. Итак, скажите, пожалуйста, есть ли копирайтеры среди вас? Кто-то уже из вас пытался зарабатывать деньги в интернете с помощью текста? Или, может быть, хотите? То есть, насколько вам эта тема интересна? Напишите, пожалуйста. Я сегодня попытаюсь провести небольшой прямой эфир, недолгий. Вот, если есть копирайтеры, напишите, как давно вы пишете тексты, как давно вы зарабатываете деньги с помощью написания текстов. С какими сложностями вы сталкиваетесь? Насколько вам эта тема интересна? Если вы только собираетесь, тоже напишите. Какие вопросы у вас есть? Какие сомнения? Все ли вам понятно? Если не понятно, то что именно в этой профессии? Вообще копирайтеры, копирайтинг – это одна из новых профессий, которая сейчас появилась. И я скажу вам, что если раньше, что могли делать творческие люди, люди, которые активно любят писать тексты, что мы раньше могли делать? Мы раньше могли стать либо журналистом, либо автором каким-то, допустим, писать книги, либо, не знаю, писать в стол. Но сейчас для многих пишущих людей, для людей, которые с детства любили держать в руке ручку, писать что-то в блокноте, появилась возможность свои знания реализовывать и на этом зарабатывать. Потому что если раньше мы хотели что-то приобрести, когда мы хотели что-то приобрести, мы шли в магазин, то сейчас мы зачастую идем покупать в интернете. Если согласны со мной, поставьте, пожалуйста, мне улыбающийся смайлик, что сейчас очень многое мы покупаем в интернете. Начиная с питания, заканчивая одеждой, заканчивая игрушками, мебелью, машинами, квартирами и так далее. И весь этот товар, все эти услуги, они продаются в том числе благодаря хорошим текстам. А эти типы текста пишут как раз, пишут копирайтеры. Так вот, копирайтеры это сейчас наиболее востребованная профессия и у нее огромные преимущества. То есть, когда вы становитесь копирайтерами, вы можете просто быть в доме, в пижаме буквально, да, достать свой ноутбук и написать текст. Вообще, вам не надо ехать в какой-то офис, вам не надо тратить времени там на другие какие-то сложности, да, связанными с работой. У вас нет коллектива, у вас практически нет начальника и так далее. Вы можете путешествовать, главное, чтобы у вас был интернет. Но профессия копирайтер, она не самая легкая. То есть, мне не хочется, чтобы была такая иллюзия, что это наиболее легкая профессия. Нет, иногда у копирайтеров нет вдохновения, иногда появляются сложные заказчики, а иногда мы не знаем, о чем писать. Согласны со мной, копирайтеры? Скажите, пожалуйста. Немножечко попью водичку, которую я забыла себе даже налить. Вы подождете две минуты, я себе воду налью и приду. Вот что значит прямой эфир. Просто встаешь, идешь, наливаешь себе воду. Итак, как стать копирайтером? Один из самых популярных вопросов. Как стать копирайтером? Кто из вас копирайтер есть, напишите, пожалуйста, как вы стали копирайтерами. Есть разные пути. Первый, там пойти отучиться на курс. Ко мне, кому хотите. Второй вариант. Когда вы берете и просто сами тестируете, а дано ли вам быть копирайтером или нет. Напишите, пожалуйста, мне что-нибудь, что вам слышно и видно, чтобы я понимала, что все нормально с интернетом. Так вот, когда вы берете, находите для себя псевдоклиента. То есть, допустим, находите человека, который ваш родственник, которому нужны хорошие тексты. И, допустим, это будет ваша подруга, либо это ваш родственник, у которого есть некий бизнес, либо некий товар, который он хочет продавать. И потом берете и пробуете для него написать текст. Вот это первое, с чего можно начать, чтобы вообще понять, нравится вам эта профессия или не нравится эта профессия. И прежде чем написать текст, здесь дело не в финансах, которые вы заработаете, заработаете ли вы, да, если будете писать для друга, а именно в способностях, которые вы протестируете. То есть, берете и узнаете у человека, у своего знакомого, о чем его товар, из чего он состоит, а кому он хочет этот товар продавать, как он хочет об этом товаре рассказать, на чем надо сделать акцент, что больше всего боятся его клиенты, о чем его клиенты мечтают. То есть, сначала вы собираете, подробно собираете информацию, а потом эту информацию превращаете в текст. Кто из вас так делал, копирайтеры, напишите, пожалуйста. Очень много в интернете копирайтеров-самоучек. Вот. И здесь, в чем преимущество нашей профессии? Как видите, кашель у меня еще не прошу. Преимущество нашей профессии в том, что мы можем научиться ей благодаря... Вы университете так делали, да. Можем научиться ей благодаря именно практике. То есть, если, допустим, хирург, он, конечно, не может встать, пойти и начать сразу делать операцию, то в копирайтинге вы уже с сегодняшнего дня можете научиться становиться копирайтером. И для этого надо научиться писать просто тексты. То есть, просто брать какую-то интересную тему и писать. Потому что копирайтеры, они зачастую пишут не о том, что им нравится, да. Может быть, он хочет писать о том, что сегодня хорошая погода, там светит солнце и с ребенком идет купаться в речке. Но копирайтер пишет именно то, что хочет заказчик. Заказчик хочет получить текст о том, что у заказчика хорошая погода, и заказчик идет с ребенком купаться. Либо заказчик хочет получить текст о том, что он собирается рекламироваться у блогера, и для блогера нужен текст. Либо заказчик хочет получить какой-то полезный текст. И в этом сложность нашей профессии, что хотим мы или не хотим, мы умеем в любом состоянии, в любом настроении написать текст на любую тему Задавайте, если есть у вас какие-то вопросы, потому что, чтобы более детально на ваши именно вопросы ответила, кто такие копирайтеры Итак, когда вы пишете тексты для заказчиков, либо для первых своих знакомых, для кого вы будете писать Здесь очень важно понимать, что копирайтер, первое, что он делает, это собирает максимум информации Мы не так много даем эту информацию в тексте, но перед тем, как написать хороший пост, мы очень много собираем информацию, очень много задаем вопросов Потом из этой информации, которую мы получим, мы уже создаем текст Потом мы этот текст обязательно редактируем, убираем лишние слова, убираем скучное начало, добавляем нужные прилагательные, добавляем нужные глаголы В конце ставим стоимость товара, может быть вопрос какой-то задаем Потом мы этот текст показываем нашему заказчику И именно в этот момент очень важно смотреть за тем, как реагирует ваше внутреннее эго Когда вдруг заказчик вам говорит Слушай, ты хорошо пишешь, но текст мне совершенно не подходит Мне не замечать, все хорошо, но это не мой текст, я так не пишу, я не пишу, я не использую такие слова Либо возьми и переделай этот текст, еще раз переделай, еще раз переделай И здесь очень важно, что плохой копирайтер, он расстроится, плохой копирайтер и не сможет писать на заказ Он будет, плохой копирайтер, начнет доказывать что-то заказчику Хороший копирайтер, он задаст уточняющие вопросы А что именно не понравилось? А в каком месте тебе показалось, что я написал не так? А как бы ты хотел, чтобы я улучшил текст и так далее? Реально научиться писать хорошо, не ходя в обучалки Но в любом случае надо будет учиться Просто здесь вопрос какой? Есть короткий путь, когда вы идете, учитесь на курс Я просто сейчас, у меня нет задачи рекламировать мой курс Если что, ссылочку на профиль у меня посмотрите Да, у меня есть курс по копирайтингу Когда вы идете и в течение месяца активно учитесь писать Разгоняетесь, а потом уже работаете заказчиками А второй вариант, когда вы самостоятельно Но здесь в любом случае вашим учителем будет заказчик В любом случае один или два или три Потому что заказчики – это наши учителя Вот здесь есть вопрос Копирайтеры и журналисты – это разные люди Я и журналист, и копирайтеры – это разные профессии Журналист – это когда я еду, беру интервью человека Либо собираю новости и потом пишу про это То есть рассказываю людям, что произошло в мире Копирайтер – это человек, который пишет исключительно для определенного человека За деньги То есть если журналист не платит за то, чтобы ему сообщил, он сообщил новости Кроме как редакция, в которой он работает То копирайтеру платят определенный за текст И у журналиста больше свободы в этом плане Чем у копирайтера Вот я хочу, чтобы вы написали, что у меня классный товар И копирайтер об этом как раз и пишет Но копирайтер тоже должен понимать Здесь тоже один такой важный момент Что копирайтер, он собирает информацию И копирайтер честный, правильный Он не будет никогда обманывать подписчиков То есть нельзя написать, что товар зеленый, если товар красный Нельзя сказать, что товар хороший, если на самом деле товар плохой То есть у любого копирайтера должна быть нормальная человеческая этика И копирайтер должен понимать Об этом я буду рассказывать, об этом рассказывать не буду Поэтому так Четыре раза обращалась к разным копирайтерам Потом прюнула и стала писать сама Действительно такое бывает Потому что сейчас, к сожалению, много копирайтеров-самоучих Которые не стремятся к совершенству И иногда действительно ты 250 раз объяснишь, что тебе надо А потом берешь и пишешь самостоятельно текст А такое тоже бывает Может быть, попадались вам пока слабенькие копирайтеры Может быть, вы не понимали просто Может быть, нашли не своего копирайтера Здравствуйте, Ирина! Каким источникам информации доверять при сборе информации Ну, во-первых, самому заказчику То есть вы же пишете для определенного человека текст Этот человек уже продает какой-то товар Поэтому первое, что вы должны задавать вопросы именно заказчику А он уже может вас отправить, допустим, на какой-то сайт Либо он там к какому-то своему помощнику и так далее Но это хороший вопрос, вы задаете Потому что иногда, допустим, бывает, что мы что-то не спрашиваем У нашего человека, который заказал текст Мы идем в интернете, что-то ищем Но тогда не поленитесь и перепроверьте информацию Посмотрите на одном сайте, на другом, на третьем Читаю, про какую нишу сейчас, на пятом И здесь не запрещено брать Вот просто берем кусок текста и переделываем Это запрещено делать Это неправильно То есть вы можете прочитать что-то, запомнить, понять Но написать своими словами Как искать заказчиков, как определиться с нишей Я не очень понимаю, про какую нишу сейчас идет речь Поясните мне, пожалуйста Но как искать заказчиков Для начала надо понять, что вы уже чувствуете Что вы готовы брать деньги за тексты Потому что здесь бывают разные моменты Первый момент бывает, когда, допустим, я хочу Я копирайтер Мне кажется, что я готов брать деньги за тексты Но по факту оказывается, что человек еще плохой специалист Тогда, может быть, ему стоит брать меньше Второй вариант, когда наоборот Бывает, что специалист уже хороший, уже опыта много А все еще стесняется называть нормально свои тексты Все еще берет 50 рублей за пост И стесняется, и когда ему говорят, что это дорого Он еще и снижает эту стоимость Так нельзя делать Как искать заказчиков? Первое, что вы должны априори Очень важно, чтобы вы сделали Вообще сообщили своим знакомым, друзьям, коллегам, родственникам Что вы копирайтер Потому что очень многие люди Хотят быть копирайтером Хотят зарабатывать Но стесняются это вслух произнести в своем блоге Что я копирайтер Возьмите в своей шапке профиля Напишите, что вы копирайтер Напишите пост о том, что вы копирайтер Покажите вообще свои тексты в своем инстаграме Которые вы пишете Вы не представляете, насколько земля круглая Насколько инстаграм круглый Вот как раз в инстаграме тот самый метод Шести рукопожать очень хорошо работает И когда вы впервые в своем инстаграме говорите, что вы копирайтер У вас появляются удивительным образом первые знакомые Или знакомые знакомых, которым нужны тексты Плюс, конечно, вы можете писать блогерам прямо в директ Если вы видите какой-то блогер Вы можете написать Дорогой блогер, здравствуй Мне очень нравится, как ты пишешь Или какой-то предприниматель Но я хочу помочь тебе писать тексты Если тебе нужна такая помощь Вот посмотри, какие-то тексты я пишу и так далее По факту вам скажу, что Когда я еще работала на агентстве текстов Я его закрыла где-то месяца 2-3 назад Потому что мне было невыгодно его вести Мне выгоднее самой писать тексты Чем платить другим копирайтерам Но я не пишу тексты сейчас на заказ Перестала это делать из-за другой работы Но по факту вам скажу, что Когда я проводила набор в свое агентство текстов К сожалению, многие копирайтеры очень плохо пишут К сожалению Пишут в воду Пишут стандартные фразы, шаблонные От которых надо избавляться Плохо собирают информацию Вот, поэтому учитесь, пожалуйста Читайте авторов Стажируйтесь Читайте тексты других людей Смотрите, почему он так написал Или он Почему, когда вы смотрите Чужой текст в инстаграме Почему он вам продал товар Что там в этом тексте такого было Добрый день, уже третий раз Пишу текст на заказ Незнакомым клиентам Пишу бесплатно Первый текст Не получая текста пропадает Во-первых, работайте по предоплате У меня такого не было За всю практику Чтобы человек Я написала текст Человек, он пропал Хотя я написала миллионы текстов Не было Здесь два варианта Первый вариант Что вы, может быть Может быть в голове у себя имеете Такие мысли Вот я напишу, они пропадут Я считаю, что все, о чем мы думаем Действительно сбываются Хотите верьте, хотите нет Это первое Второе, что может быть Это когда вы Может быть людям текст не нравится То, что такое может быть А третье Работайте по предоплате Это очень-очень сильно спасает Для меня копирайтер Это тоже что-то короткое Название, описание Небольшой сценарий Слоган Оказывается, это любой заказной текст Да, это любой заказной текст И очень-очень много мне поступает Вопросов в директ Ирина, пишите ли вы текст На заказ И люди просят разное Кто-то хочет, чтобы мы стихи сочинили Кому-то нужен текст на сайт Кому-то текст для рассылки Очень много нужны людям тексты Сейчас для инстаграма Потому что приходят эксперты Приходят остеопаты Психологи Коучи Рукодельницы И так далее Люди разных профессий Которые специалисты Своей области Но они не любят писать тексты Им выгоднее заплатить человеку Который будет просто им регулярно Раз в день присылать текст Либо в неделю присылать Семь новых текстов Какая средний уровень цен На рынке Цены меняются Растут Средняя цена 500 рублей за пост в инстаграме Но я видела и меньше Берут люди где-то 300 рублей И больше берут 700-800 берут Средняя цена Там 30 текстов в месяц Это примерно 15 тысяч А сколько брать за первые заказы Вам решать Я за самый первый заказ в инстаграме Два года назад Я взяла 400 рублей Потому что я поняла Что меньше Я даже не буду браться За меньшую сумму Потом я подняла То есть у меня в агентстве Тексты стоили очень дорого И желающих было очень много У нас там текст по-моему Полторы что ли Тысячи или две тысячи стоил Я уже не помню Что делать если нет портфолио Которые спрашивают всегда Делать портфолио Пишите, напишите Что вам стоит Взять Просто посмотрите Что сейчас вы видите Перед собой Первый попавшийся предмет на столе Который вы видите Там не знаю Кружку, ручку, блокнот И взять и написать текст О том что вы продаете Этот блокнот Что вам стоит Вообще взять и написать текст Кого из блогеров Полезных и интересных Помимо себя Можете порекомендовать Много прекрасных блогеров Во-первых Я вам посоветую книги Максима Ильяхова Дениса Каблунова Дмитрия Кота Книги, которые Ануна Галь Которые книги Обязательно стоит почитать И посмотреть Блогеров Кого я читаю Из текстов И полезные И полезные По одной цене Информационные Развлекательные У меня была одна цена Но допустим Рекламные тексты Когда вы рекламируете Предпринимателя У блогера Вы можете брать Другую Это самые Вообще востребованные Тексты В основном Именно у них возникают Сложности С этими текстами Когда надо пойти Прорекламироваться К другому человеку Ты не знаешь Как текст написать За них вы можете Брать больше Как сформировать Портфолио Если мои клиенты Это в основном Блогеры И конечно С моей стороны Это будет непрофессионально Включать эти тексты В портфолио Да Вы не имеете права Тексты своих блогеров Показывать кому-то Это анонимно Все делается Напишите Другие тексты Что вам мешает Другие тексты Написать Зачастую люди приходят И смотрят Ваш блог Вот Поэтому Напишите Создайте Вы же можете Другие тексты Делать Спасибо за ответ Портфолио Но чаще всего Хотят скрины Реальных работ А не просто текст Не знаю Не знаю У меня никто не просил Никогда у меня Не просили Портфолио Может быть Потому что у людей Огромное ко мне доверие Сделайте так Чтоб люди вам доверяли Вот Вы можете Точно так же Если приходит Большой заказчик Крупный Который ищет Для себя блогера Вы можете сделать Тестовое задание Какое-то Нельзя чужие тексты Ребята Если это блогер И вы платите Вам блогер Платятся тексты С этого момента Этот текст Принадлежит ему И показывайте Что вы пишете Допустим Я когда работала За копирайтером Я писала тексты Для многих Блогеров Которых вы знаете Для многих Популярных блогеров У которых Там 800 Тысяч Или миллион Тысяч Подписчиков Я ни разу Нигде Не назвала Имя этого Человека Этих людей У которых Такое количество Подписчиков Никто никогда Не знает Для кого я писала Эти тексты Потому что Это все делается Анонимно Вот И за это Меня и любили И уважали Что Никто никогда Об этом не знал Таковы правила Копирайтера А тексты магазинов Этично показывать Или надо получать Согласие бизнесмену Только согласие Бизнесмену Только согласие Это его текст Ему он принадлежит С этого момента Как он вам заплатил деньги Вот Что еще Где найти заказчиков Я условно вам сказала Начните вообще Впервые вслух Говорить о том Что вы копирайтеры Пишите блогерам Если вы Есть огромное количество Бирж текстов Но я не советую Тут идти Там очень мало Платят за тексты Я считаю Что за хороший текст Надо получать Хорошие деньги Да Конечно Я полностью согласна Что нельзя говорить Имена Это очень профессионально Будет со стороны Да Не надо говорить Как еще Обезопасить себя Вот то Что вы спросили Да О чем я хотела Поговорить С вами Как обезопасить себя Если допустим Вы Действительно Как вы сказали Бывают такие ситуации Что попадаются Недобросовестные заказчики А у меня У меня Недобросовестных заказчиков Не было Но когда у меня Работало Агентство текстов Я встречалась Несколько раз С ситуациями Когда заказчики Пытались Повести себя Непрофессионально Да То есть Моих копирайтеров Хотели обидеть Допустим Когда приходит Человек И говорит тебе Напиши мне текст На такую-то тему Ты пишешь текст Он говорит тебе Нет Мне текст не нравится Ты переделываешь текст Через какое-то время Он говорит Классный Классный текст Но текст Мне тоже не нравится И в какой-то момент Получается Что ты готовишь Делаешь Отсылаешь Своему Заказчику За одну стоимость Три или четыре Разных текста Особенно это бывает Когда допустим Ой А знаешь Я вообще хотел Не рекламный Оказывается Я хотел полезный Ой А может не полезный А может поболтать И ты делаешь Три-четыре разных Варианта текста Человек платит тебе 500 рублей И получает Четыре текста За одну стоимость У нас были ситуации Когда с нами Пару Недобросовестных Клиентов Пытались так поступить Как мы Исправили эту ситуацию Во-первых Мы работали по предоплате Причем предоплата Достаточно большая Это первое Во-вторых У нас было Прописано В наших правилах Мы не работали По договору Не заключали договор Но мы это Обговаривали При приеме заказа Что Да Мы делаем правку Первые две правки Бесплатные Следующая правка Третья правка Идет За дополнительную стоимость То есть Если вы хотите Что мы вам делаем И третью правку И четвертую Вы за это платите Полноценную стоимость За текст И тогда Это очень сильно Отрезвляет Вашего клиента Который говорит Окей Оказывается Вы не хотите Переписывать текст 250 раз Я об этом не подумал Что может быть Это неприятно Как правило У нас текст Принимали Со второго С третьего раза У нас была Такая ситуация Когда люди Заказали у нас Текст А потом Оказывалось Что Ой вы знаете Текст не нравится А вот это Добавьте А вот это Переделайте Когда по факту Мы начинали разбираться Когда вмешивался Мой помощник А потом вмешивалась Я Разбираться Почему хороший текст Не понравился Оказывалось Что допустим Они заказали условно Я сейчас придумываю ситуацию Что без имен Это было Человек заказал У нас текст Просто там О косметике А по факту Подумал Подумал И решил Получить второй Дополнительный текст Бесплатно На коробочку Своей косметики Не понимая Что абсолютно По разному Пишутся текст Для инстаграма И текст Для коробочки Для упаковки Косметики Она пишется По разному И за отдельную стоимость Здесь очень важно Чтобы вы работали По предоплате Если вы боитесь Таких ситуаций Повторюсь Что я когда работала Копирайтером Я не работала Никогда По предоплате Но когда у меня Было агентство Я работала За стоимость По предоплате Когда было агентство Мои все Копирайтеры Работали по предоплате И проговаривайте Сразу условия Другое дело Что бывает Что вы действительно Не понимаете Заказчика И здесь надо смотреть Объективно То есть убрать Свою гордость И объективно смотреть Может быть действительно Я не понимаю То что говорит Мой заказчик Может действительно Он хочет другое У меня Когда я учусь На курсе Учу на курсе Своих копирайтеров У меня есть курс По копирайтингу И копирайтеры Которые приходят Ко мне на курс Они работают С реальными заказчиками Со второй недели Они уже пишут Для реальных заказчиков И я неоднократно Видела такую ситуацию Когда приходит студент Заказчик ему говорит Слушай Извини Мне твой текст Не понравился Он мне не подходит Ты вообще не то написал И когда мы начинали По факту Разбираться Студент соответственно Обижается Говорит Ну как так Хороший текст Наверное Заказчик Ко мне прикапывается Поменяйте Ирина мне заказчика Дайте другого человека Но когда по факту Мы начинали разбираться Действительно Оказывалось Что наш копирайтер Не понимал Что хочет заказчик И оказывалось Что копирайтер Изначально Решал Что к нему Очень предвзято Относится заказчик И тогда я списывалась Со своим студентом И объясняла Дорогой мой студент Пойми Вот как ты относишься К своему заказчику Ровно так Он будет относиться К тебе Как только ты поймешь Что заказчик Имеет право Требовать за свои деньги Нормальные тексты Как только ты это поймешь Как только ты поймешь Что вы играете На одной стороне поля В одной команде Когда ты начнешь Со своим заказчиком Общаться Иначе Все у тебя поменяется Да То есть И заказчик Начнет относиться К тебе По-другому Он начнет иначе Твои тексты воспринимать Неоднократно Я сама с этим сталкивалась И вы с этим столкнетесь Есть такой период Который называется Период притирки Когда вы притираетесь Вы просто ищете То взаимопонимание С заказчиком Понятно сейчас о чем я говорю Напишите пожалуйста Вы так притихли Молчите Когда вы То есть сначала вам кажется Что вы друг друга не понимаете Что заказчик к вам прикапывается А потом Вы пишете Исправляете тексты А где-то на 3, 4, 5, 6 текст Неожиданно вы понимаете И заказчик понимаете Что вы идеально Друг другу подходите Что заказчик хочет работать Только с вами Да Хотя может быть Первый текст ему не понравился И вы хотите работать Именно с этим сложным заказчиком Потому что он дает вам Самые интересные темы Сколько стоит контент план Решать только вам Тысяча, полторы, тысяча рублей Зависит от того Как Сколько подробно вы делаете Контент план Насколько вы вкладываете душу В этот контент план Давая Советы Вот Поэтому Как обезопасить себя Немножечко Я вам сказала Есть еще Вот у нас Допустим У меня у выпускников Есть чат У выпускников Моего курса Где они пишут Там Если есть какой-то Недобросовестный заказчик Они сообщают Что девчонки С этим заказчиком Не работайте Он себя некрасиво повел Что нужно знать Предпринимателям Если они берут копирайтера Ищут себе копирайтера Во-первых Мне хочется Чтобы вы понимали Что копирайтеры разные Пишут по-разному В разные сроки И так далее И здесь не принимали решение Что все копирайтеры плохие Если допустим Два-три копирайтера Вам не понравились Во-вторых Если вы Предприниматель Работаете с копирайтером Пожалуйста Четко Ставьте задачу Потому что И отвечайте на вопросы То есть Есть такое заблуждение Что я заплатил Деньги за текст И теперь Это не моя проблема Как там копирайтер Будет этот текст писать Нет Вы работаете В одной связке Вы меняетесь Друг с другом Телефонами И вы отвечаете На все вопросы Которые вам копирайтер Задает А копирайтер имеет Право задать вам Много вопросов Особенно Если только он Начинает с вами работать И здесь очень важно Чтобы Да, вам кажется Что легче Самостоятельно Написать текст Но вы берете Отвечаете На все вопросы Которые есть И в какой-то момент К третьему Четвертому тексту Вы видите Что копирайтеру Уже не надо Копирайтеру Уже не надо Так много Отвечать на вопросы Потому что Он сам уже знает Все о вашем товаре Вот Поэтому Поэтому Не бойтесь Отвечать на вопросы Во-вторых Проговаривайте сроки Когда вам нужен текст О чем Для кого Для какой аудитории Кто ваши покупатели Кто ваши читатели Какие сомнения Есть у ваших покупателей Какие пожелания Какие слова Лучше использовать То есть Помогите на первом этапе С копирайтером Если вдруг Копирайтер Пропадает Не отвечает На ваши вопросы Срывает сроки Не вовремя Присылает текст Может быть Сейчас Не понравится То, что я скажу Копирайтеру Но вы имеете Полное право Не заплатить Копирайтеру Если он Сорвал сроки Если вы ждали Текст Который будет Написан В понедельник Он вам прислал Текст В пятницу И не надо Здесь Быть хорошим Заказчиком Я все равно Ему заплачу Деньги Потому что Он старался Либо я заплачу Текст Потому что Мне текст Совершенно не нравится Совсем-совсем Но я стесняюсь Копирайтеру Об этом сказать Знаете Сейчас Покуда вы взрослые Люди И смотрят меня Вот Взаимоотношения Заказчика И копирайтера Немножко похоже На взаимоотношения Любовной пары В постели Да Простите меня За это сравнение Никогда не будет Хорошо в постели Если вы друг с другом Не обсудите Что вам нравится Что не нравится Вот то же самое У копирайтера И заказчика Вы должны Этот должен сказать Я люблю работать Вот так Вот так Вот так Вот это За эти тексты Я беру И за эти тексты Я не берусь И заказчик Говорит Мне надо К таким-то срокам В такое-то время Вот об этом Чтобы написали Вот это мне нравится Вот это мне не подходит То есть сначала Происходит такая притирка Сначала Все не очень Замечательно А потом Вы вдруг понимаете Что вы идеальная пара Вот так Примерно Происходят Отношения Заказчика И копирайтера Давайте Отвечу На какие-то вопросы Если у вас есть Про копирайтинг Обязательно Буду отдельно Еще рассказывать Повторюсь Что если вы хотите Быть копирайтером Если у вас есть Какие-то желания Не бойтесь Взять и просто Написать текст Про стакан Не бойтесь Написать текст Про погоду Не бойтесь Позвонить своей подруге И сказать Слушай Ты так давно Делаешь украшения Ты так давно Продаешь Продаешь Косметику В ситуацию Еще попадают Начинающие копирайтеры Когда вы Ой Я начинающий копирайтер Я еще плохо пишу тексты Давайте я буду писать тексты Для своих друзей И тут появляются Такие псевдо-друзья Которым очень нравится Что вы Бесплатно пишете тексты И проходит 2-3 месяца И в какой-то момент Вы понимаете Что кто-то сел на шею А вы пишете тексты Бесплатно Для друзей Знакомых Для мам И так далее То есть Когда вот это происходит Не надо Пожалуйста Цените Любите Уважайте свой труд Берите за тексты деньги И берите именно Ту сумму Которая вам нравится И когда меня спрашивают Сколько стоит текст Здесь только вам решать Кто-то готов писать За 50 рублей Ему это нормально Хотя я скажу Что это очень мало А кто-то готов писать Писать за 500 рублей А кто-то готов писать Тексты за 1000 рублей Вам надо решить За сколько вы готовы И эту стоимость Называйте смело Потому что Писать текст Не так легко И если вы будете Работать за копейки В какой-то момент Вы скажете Да катись ты К черту Эта профессия Она мне не подходит А вы должны Получать удовольствие И радость за это Какими методами Можно наработать Навык составления Контент-плана Для одного и того же Магазина Из месяца в месяц Хороший Очень хороший вопрос Я собираюсь провести эфир И рассказать вам Как искать темы Потому что Темы лежат под ногами И я прекрасно понимаю Женя О чем ты спрашиваешь Когда ты говоришь Что в какой-то момент Просто проходит вдохновение И кажется Что Ты Не Уже не можешь Да Ну пишешь Что не знаю Там тексты Для магазина Который продает Не знаю Косметику И в какой-то момент Ты понимаешь Что у тебя уже Все темы закончились Но здесь Очень важно Что Влюбиться В своего заказчика Да Очень важно Влюбиться В своего заказчика Кайфовать От этого проекта Даже если Вы не пользуетесь Этой косметикой Даже если Вы не вегетарианец Даже если Вы не мама Троих детей Вы берете И влюбляете Заказчика Вы не вегетарианец Вы мясоед Но ваш заказчик Вегетарианец Вы условно Становитесь Вегетарианцем Когда вы пишете Этот текст Да Когда вы Пишете Тексты Для мамочки Которая У нее трое детей Она бизнесвумен Вы становитесь Матерью Даже если У вас нету детей И так далее То есть Коператор Он мастер Перевоплощения И чем больше Вы влюблены В своего заказчика В хорошем смысле Это не значит Что вы строчите Ему по ночам СМСки Я хочу стать Твоей женой Вот Когда вы Чем больше Вы влюблены В заказчика В его проект Тем лучше Тексты Поволчаются И чем чаще Вы находите Хорошие темы И здесь Очень важно Смотреть На товар И смотреть На блог Вашего заказчика Отстраненно Глазами Ваших подписчиков Подписчиков Заказчика То есть Пишите вы Допустим Для заказчика Который Делает мебель Но вы никогда Не делали мебель Вообще Не представляете Как эта мебель Делается Вы начинаете Разглядывать Всю мебель Которая есть В магазине Вы начинаете Собирать информацию Вы начинаете Смотреть Иначе На стол Вы начинаете Думать Как можно Рассказать Про стол Стол Допустим Подоконник Что можно Про этот стол Рассказать Допустим Как ухаживать За этим столом Кто первый Придумал Этот стол Какой дизайнер Из какого Какого материала Он делается Что можно Делать За этим столом Как смотреть В окно Любоваться Как поставить Посуду И так далее То есть Вы начинаете Искать эти темы Обилие этих тем И предлагаете Темы заказчику А давайте Сегодня расскажу Классную историю Вообще Кто первый Придумал Этот стол В каких странах Этот стол Чаще всего Появляется Как ухаживать За этим столом Как переделать Эту кухню Чтобы делать стол И так далее И заказчик говорит Классный Ты классный Копирайтер Ты тот человек Который активно Себя ведет Я хочу у тебя Заказывать тексты Понимаете Сейчас И здесь тоже Очень важный момент Который часто Бывают Совершают ошибку Начинающие Копирайтеры Когда начинают Навязывать Своё мнение Заказчику Мы не имеем Права это делать Да Нам может Что-то в блоге Не нравится Да Мы понимаем Что можно Сделать лучше Но Здесь очень тонкий момент Рекомендовать И навязывать Своё мнение Особенно Когда приходит Копирайтер У которого мало Опыта Но много амбиции Много самомнения И он приходит И говорит Так Я всё знаю Про твой блог Это удаляем Это меняем Это вычёркиваем Тексты у тебя вообще плохие Хэштеги убираем Я буду писать тебе Классные тексты Заказчик такой Классно Классно Я согласен Потом раз И тексты плохие У копирайтера Вдохновения нет Писать про столы Он уже не может И всё Да Вот То есть У меня был такой случай Когда Выпускница моего курса Писала тексты Для моей знакомой И мне знакомая говорит Ир Я уже не могу Она меня просто достала Со своими советами Она постоянно Мне лезет Со своими советами Не понимая вообще Что я Её как бы руководитель Да То здесь надо понимать Тонкую разницу Между тем Что мы рекомендуем Вот давайте Вот смотрите Можно ещё такие темы поднять И между тем Что вы делаете Неправильно Управляете своим бизнесом Неправильно ведёте Свой инстаграм Иногда даже плюс Если ты не в теме И видишь всё со стороны Его потенциальных клиентов А не со стороны профессионала Абсолютно с этим согласна Это свойственно всем В том числе нам Копирайтерам Мне вот допустим Как блогеру Когда ты уже в теме В любой теме Будь ты врач Или остеопат Либо психолог Мама Блогер Когда мы в этой теме Нам кажется Ну это же понятно Это же ясно Как кормить ребёнка Это же ясно Как младенцу Ложить спать Это же ясно Какие сказки Надо читать ребёнку И так далее А может быть На том конце провода На том конце По ту сторону экрана Сидит девочка Которая беременна Первый раз Которая никогда Не была матерью И переживает И не знает Как кормить ребёнка И очень важно Уметь отстраняться Копирайтер Он всегда человек Который Занимает Несколько позиций То есть Он А Человек Который пишет текст Он смотрит на текст Глазами заказчика Он смотрит на текст Глазами читателя И он смотрит на текст Ещё просто Отстранён Как дилетант Вот надо С разных позиций Смотреть на текст Скажите Был ли интересен Вам этот эфир Я могу Очень много Говорить Про копирайтинг Это моя любимая Профессия Писать на заказ Очень на самом деле Интересно Я желаю Если вы хотите Быть копирайтерами Найти вам Ваших Именно ваших Заказчиков Брать именно Те темы Которые вам нравятся Любите психологию Писать про психологию Любите материнство Писать про материнство Любите про путешествия Писать про путешествия Тем просто Миллион И Сейчас огромный Огромный Спрос на копирайтеров Найдите просто Своих заказчиков Очень интересно Буду с удовольствием Посещать новые эфиры Про копирайтинг Да Спасибо Очень интересно Рассказывать Спасибо вам Вот Любите эту профессию Пишите тексты С любовью Помните Что Мы сейчас Создаём Как раз Все Вот те копирайтеры Которые есть Я Вы Мы сейчас создаём Уважение К этой профессии К этой новой Перспективной профессии Поэтому Пожалуйста Вот Давайте Копирайтеры Будем объединяться И Нести уважение К этой профессии Чтобы Предприниматели Не говорили Что я Заказал текст У десятерых Копирайтеров Мне написали Какую-то ерунду Вот Все-таки Как искать Заказчиков Я об этом уже говорила Как искать Заказчиков Вы можете Самостоятельно Писать Блогерам Вы можете В своём блоге Сказать Что вы Копирайтер Да Потому что Сарафан на радио В инстаграме Очень мощное Вот И Можете Пойти на биржу Текстов Допустим Шапки профиля Поменяйте Поменяйте описание Напишите Что вы заказчик Вернее Копирайтер Когда я первый раз Написала Шапки профиля Что я копирайтер Мне тут же В этот же день Написали Пять человек И спросили А как Ирина у вас Сказать текст Очень интересный Полезный Приятный Голос И охватывающая Подача информации Спасибо большое Спасибо Иеро Спасибо Маша Что смотришь Меня всегда Спасибо большое Очень интересно Много полезности А скажите Как оценят свой текст Если огонёк И интересен ли он А вы возьмите И отстранитесь от него Дайте тексту Отлежаться Отлежаться Немножко Час Два Три Это очень полезно Всем И Возьмите И потом Посмотрите на текст Отстранённо Вот абсолютно Как будто вы Видите его В первый раз Вот кто так делает Поставьте вот такой смайли Кто так делает Это на самом деле Не очень легко Взять и отстраниться И посмотреть на свой текст Вот со стороны И Посмотреть на эти строчки А интересно ли мне это А хочу ли я дальше читать А убеждает ли меня А дошла ли я до конца Этого текста А захотелось ли мне Купить товар Или что-то меня Смутило А потом Вы ещё можете Этот текст Показывать своим знакомым Но здесь тоже Очень тонко Понимаете Надо найти Того знакомого Который А Не будет Вам льстить Который Не будет Говорить Классный Классный Замечательный текст и не найти такого знакомого, который вам будет критиковать. Знаете, есть два варианта. Три вида людей. Первый, который вам будут льстить и никогда не скажет вам правду. Второй вариант, который вам будут говорить, фу, текст какой-то плохой, какую-то ерунду написала, исправь. То есть такие критики им тоже не надо показывать. А есть третий вариант людей, которые вам скажут объективную критику. Вот им надо показывать текст. Еще я вам очень советую. Смотрите тексты любых блогеров, любых, не только в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте. Смотрите сайты. Отстраненно и смотрите, что вам понравилось в тексте, что там было, что зацепило, почему вы поставили лайк, почему вы идете покупать товар, почему вам не понравилось. Тоже очень важно. Читаете, не заходит текст, не нравится, не хотите читать. Слишком долго, слишком неинтересно, скучно, много воды, нету фраз, нету деталей, нету конкретики, многотемья. Смотрите и понимаете. Окей, я такие ошибки совершать не буду. Ну и, конечно, копирайтинг – это практика. Чем больше текстов пишите на заказ, тем лучшим копирайтером вы станете. Вот. Все. Всех крепко обнимаю. Буду отключаться. Спасибо, что смотрели этот прямой эфир. У меня, по-моему, уже час ночи, пойду спать. Пока-пока. Отключаюсь. Продолжение следует. Продолжение следует...